Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы запишем еще один ролик по энергетике. Один ролик, касаемый темы биоэнергетика и все, что с этим делом связано. Конечно, тема огромная, вместить ее в один ролик невозможно, но я дам ключевые моменты по технике безопасности, когда вы решаетесь впервые сделать шаг в эту тему. Потому что тема многогранна. Сегодня оспаривать то, что у человека есть в биополе, уже неразумно. Человек может быть энергичным, неэнергичным. У человека есть определенная рефлекторика на какие-то травмы, на какие-то действия и так далее. И она зачастую связана с энергетикой. Более того, есть восточная философия, восточная медицина, которая предполагает определенные знания. И есть определенная система представлений в нашем обществе. Зачастую эти представления являются ловушкой для тех, кто делает впервые шаг в энергопрактике. Итак, энергопрактик на рынке сегодня очень много. Более того, очень много людей, которые заявляют себя магистрами, прогрессорами, мастерами и так далее. Это люди, которые посвятили какую-то часть своей жизни энергетическому целительству. Или энерготерапии. И даже в интернете есть такие названия – энерготерапевт. Когда человек имеет медицинское образование и использует эти практики, называет себя энерготерапевтом, это приемлемо. Но так уж получилось, что у нас зачастую люди, даже высшего образования не имея, называют себя терапевтами. Как-то принято в нашем обществе лечить и учить. Казалось бы, любой человек может этим делом заниматься. Хотя при этом, сами понимаете, вот как раз-то образованность в этих направлениях больше всего и требуется. Но вот много-много у нас интересных шаблонов в обществе, которые иногда так не укладываются в здравый смысл. Итак, об энергопрактиках. Из самых распространенных сегодня, имеющихся на рынке и чаще всего продаваемых, это рейки, это космоэнергетика. Кроме рейки, есть разные направления типа живой, там индивидуальное название, но это все об одном. Грубо говоря, человеку предлагается подключиться к некому каналу любви, и этот канал любви, энергии Бога, энергии любви, будет тебя исцелять. А если ты не подключился к этому каналу любви, то он тебя не будет исцелять. И исцеление происходит каким образом? Через наложение рук, то есть идет физический контакт, как правило, с человеком, либо через близкое расстояние с человеком, и человек передает через себя некую энергию, энергетический поток, и другому человеку от этого становится легче. Более того, в рейке, например, речь идет об одном канале, канале энергии рейки, или канале любви, а есть направление, например, космоэнергетика, там вообще 48 каналов. И они разные. Вот тебе канал любви, вот тебе канал здоровья, счастья и благоденствия. И вот 48 каналов, и в каждой надо инициироваться отдельно. В принципе, есть еще такие практики, как живо и так далее, там тоже идут свои инициации, и точно так же человек принимает решение работать с этой энергией, с этим каналом или нет. Что здесь правда, что здесь ложь? На самом деле, от канала любви, сами понимаете, нас никто никогда не отключал и отключить не может. Изначально он есть, это божественный канал, и мы к нему идем. И энергия любви, и состояние любви, и чувство любви, все в нас присутствует здесь и сейчас. И проходит красной нитью через всю нашу жизнь. И мы всегда стремимся к любви, даже если нам ее в детстве, как чувства, не хватило. Если вы хотите дополнительно инициироваться для того, чтобы это чувствовать, но это никто не запрещает. Если вы хотите за это заплатить, это тоже никто не запрещает. Даются определенные знаки, с которыми можно усиливать этот поток или работать на расстоянии и так далее. Как работают эти знаки? Механизм, вообще принцип действия в чем? Когда у вас происходит инициация, вы подключаетесь к какой-то эгрегорной структуре. Эта эгрегорная структура помогает вам энергетически с одной стороны, но она же у вас забирает энергию с другой стороны. То есть эгрегор – это пятый план, и взаимодействие с ним всегда платное. Не бывает других вариантов взаимодействия с эгрегором. Один вариант. Второй вариант. Вы в это время, ваша психика верит в то, что после инициации в вас что-то должно измениться, и вы должны эти изменения почувствовать. И, соответственно, если в вашей психике это заложено, то она и выдает на уровне чувств, ощущений такой же результат. То есть первично что? Первичен механизм веры внутри человека. И если он включается, и для его включения надо, чтобы произошла инициация, значит, это так есть. Но, в принципе, его можно включать и без инициации. Более того, я уже говорила, что от канала любви нас никто, в принципе, никогда отключить не может. И если вы хотите работать, например, ментально и энергетически на расстоянии, то для этого, на самом деле, если вы себе доверяете и себе верите, вы можете это делать здесь и сейчас без всяких инициаций, без всяких подключений. Что касается данных конкретных эгрегоров, я начала с рейки, космоэнергетики и ижеподобных. Их очень много разных направлений. Я просто все не перечислю, потому что не держу их в голове. Они строятся все по одному принципу. В этом эгрегоре-эгрегоре есть определенные ступени развития. Когда вы приходите и вам предлагают пройти либо по ступенное обучение, либо по канальное. Каждый раз вы платите деньги, и каждый раз жаба вас душит все больше. И вы рассчитываете, что вы получите все больше. Мастерами здесь становится очень просто. Не надо работать над собой. Достаточно просто тупо подключиться, инициироваться, пройти, заплатить, купить. Давайте все называть своими именами. Просто тупо купить. Вы покупаете инициации, вы покупаете мастера, и с этого момента вы покупаете право на инициацию других людей, право на зарабатывание денег. В рейке, например, даже третья ступень в определенное время разделилась на две. Одна ступень говорила о том, что ты имеешь право стать мастером и получить мастерский знак, но без права преподавания. А за право преподавания нормальную сумму заплати дополнительно. То есть, что происходило в конечном итоге? Человек шел-шел, ведь он же сначала пришел в систему с любовью, с чистым открытым сердцем. И вот на определенном уровне вдруг он понимает, что его чистое сердце обвалили в деньги. Энергия любви здесь, энергия денег – это уровень живота. И таким образом энергия куда пошла? Из эгрегора энергия пошла вниз. На выходе она идет вниз, вниз на разматериализацию. И зачастую люди, которые, став так быстро мастерами и изначально прилетев туда успешными, богатыми и так далее, в определенный момент, полностью вникнув в эту систему и начав в ней крутиться, вдруг становятся бедными, вдруг становятся, становятся, становятся. Что запускает в них этот механизм? Ведь эгрегор же не просто так может у вас взять энергию, он не может ее просто так сам забрать. Что запускает механизм разматериализации прямо в человеке? Его внутренний критик, его совесть, его внутренние убеждения. Во-первых, первое, меня обманули. Второе, я тоже обманываю людей. Третье, оно не работает. Четвертое, оно работает, но непонятно как, и у меня возникает страх, что это все мне принесет вред. Пятое, я работаю с какими-то проводниками, которые, возможно, будут влиять на мою душу и на ее развитие негативно. И так далее. Эти убеждения, их просто масса. Я вот перечислила первое попавшееся, что приходило в голову. Вот, вспоминая свой опыт в рейке, я этот круг заходила дважды и проходила все, думала, где же, где же косяк в этой системе. Вот. На выходе получается, что работают вот эти вот внутренние, внутренние критические программы у человека, и они приводят к тому, что, а, практика перестает быть рабочей, б, человек получает откат. Откат из-за того, что у него нет гармонии, нет баланса внутри самого себя. Внутри самого себя, потому что он до конца не может принять эту систему. Более того, люди, у которых нет баланса, они начинают проявлять себя в жизни очень интересно. Нет баланса приводит к тому, что, например, нет денег. Нет денег приводит к тому, что надо, чтобы срочно появились адепты, ученики. Что надо для того, чтобы срочно появились адепты, ученики? Надо проманипулировать ими. И рождаются, например, такие истории, которые периодически приходится слушать, когда мастер говорит, я не чувствую твою энергию. А почему ты ее не чувствуешь? Потому что ты не взяла вторую, третью ступень, ты не стала мастером. И человек думает, ой, надо же, чтобы она почувствовала, значит, я быстренько пробегу, отнесу в клювике ей материальные доходы. Господа, нести в клювике или не нести, на самом деле, это ваш выбор. Чувствует или не чувствует тренер. Это ее выбор, это ее тело и ее чувствительность. Это ее зона компетенции. А вот все, что касается внутреннего цензора, который включает у вас момент, когда вы слышите себя и говорите, мне это надо или не надо. Что-то здесь не то, что-то не в порядке. Здесь какой-то есть косяк, который я никак найти не могу. И вот тогда надо взять и найти этот косяк. Скорее всего, он окажется не где-то в системе, а в вас. Система, она есть такая, как есть, она создана каким-то человеком. И этот человек, может быть, на момент создания, там, 50 лет назад или 40 лет назад или 100 лет назад, да, он был не таким, как вы, либо же его система в дальнейшем вообще отличается от того, что он изобрел, да, за это время люди ее 10 раз переврали, если человек уже успел умереть, и преподали вам совсем не так. Поэтому систему, она внешне, да, то, что снаружи, мы в расчет не берем, мы берем то, что внутри. То, что внутри нас, оно говорит, надо мне это или не надо, надо мне этот опыт или не надо, и что меня в этом опыте не устраивает. И дальше, что мы делаем, мы не оставляем, вот мы нашли, что нас не устраивает в этом опыте, да, а дальше нам надо это все принять так, как оно есть, без критики, без осуждения, с полным равновесным состоянием. И значит, мы отрабатываем в себе неэффективные убеждения на тему, где там, что там, как вас, кто обманывает, или кто вас, как манипулирует вами, или еще что-то с вами делает, да, вот эти вот неэффективные убеждения, что с вами вообще такое может происходить, мы их просто удаляем. Когда мы меняем свое программное обеспечение и меняем свое отношение к технике, то из нее в дальнейшем мы можем взять суть. Суть во всех энергетических техниках такого плана это то, что когда вам больно, вы к больному месту всегда прикладываете руки. Это есть? Есть. И это от вас никто никогда не забирал. Второе, что самое полезное нарабатывается за это время, умение концентрироваться на своих ощущениях. Когда вы работаете в этих практиках, вы учитесь концентрироваться и это очень важно для саморазвития, потому что все серьезные техники работы с бессознательным предполагают достаточно глубокую концентрацию внимания. Да? Третье, оно помогает вам входить, раскачиваться в определенное измененное состояние сознания. Четвертое, оно помогает вам держать состояние любви. Пятое, оно помогает вам принять этот мир таким, какой он есть. Шестое, оно помогает вам осознать, вот как в космоэнергетике, разные параметры бытия и в этих параметрах начинать выстраивать гармонию. И если вам для этого надо инициироваться в 48 каналов и заплатить за это, ради Бога, это же ваш выбор, да? Но надо понять, что у вас есть как минимум 48 параметров, которые в жизни вы не успели выстроить, либо вы ими недовольны. Значит, в каждом из них надо найти то, что вас не устраивает и отработать не где-то, а в себе, да? Вот как интересно оно все заворачивается. Вроде бы, казалось бы, там энергетические практики, вроде там фуфил какой-то, а ничего не фуфил. Более того, после того, как у вас разовьется умение концентрироваться, развивается чувствительность, когда вы работаете в какой-то из таких практик, то вы приходите к пониманию того, что вот просто тупо держать руки и что-то представлять в мыслеобразе, либо не представлять, либо что-то пытаться увидеть, но вообще не имеет смысла. Ведь можно взять и конкретно, например, заложить какие-то движения на какой-то результат. И тогда, раз вы отрабатываете определенное движение с человеком, и у вас появляются результаты приказаний целительской помощи, реальные результаты. То есть, и здесь уже можно подключать и Эрика Перла, и Пеги Дубра, и из доступных техник, классных техник энергетическое восстановление жизнедеятельности. Вопрос, что вы при этом подключите, и как вы будете работать дальше следующим этапом своего саморазвития, да, это ваше дело. Но, в таком случае, результаты будут уже очевидны, когда у человека будут проходить заболевания не только от того, что он уверовал в ваши возможности, не только от того, что вы с ним поделились энергией, а потому, что вы конкретно совершили действие по восстановлению структуры его биополя, по восстановлению структуры его энергосистемы. А для этого уже нужны определенные знания, и эти знания уже имеет смысл брать. Но, если вы решаетесь их брать, то это должен быть осознанный шаг для того, чтобы понимать, что сам на себе эти техники уже не сделаешь. Это шаг к оказанию помощи людям, к работе с людьми. Шаг к целительству. Он не у всех есть в предназначении. И опять-таки, перед тем, как сделать этот шаг, имеет смысл погрузиться в себя и ответить себе на вопрос, а надо ли мне это. Все обиженные рейкисты, космоэнергеты и так далее могут отписаться от моего канала и не смотреть дальше, что я говорю, потому что дальше я планирую продолжать рассказывать о той внутренней сути, о содержании любой из техник и давать практические приемы для работы. Если вам интересно, я с вами и далее, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok